Всем привет! Меня зовут Светлана и рада приветствовать всех своих постоянных зрителей и тех, кто случайно зашел на мои каналы в ютубе и в дзене. Мои каналы называются «Жизнь с цветами и без». Ютубовцы, кто не может меня найти в дзене, я загружаю первое видео всегда в ютуб. И вот под видео в первом комментарии я дам ссылку на дзен на мой канал, а также можно меня найти в Одноклассниках. Теперь я там тоже загружаю видео. В Одноклассниках мой канал, моя страничка, вернее, называется «Светлана Диденко в скобках крайнюк». Сейчас вы наблюдаете разведение моста, Дворцовый мост на Дворцовой набережной через реку Нева. И я планировала в сегодняшнее видео показать вам именно разведение мостов. Но, так как съемки велись ночью, мало что вы увидите. Поэтому сегодняшнее видео будет видео-болталка. Вы будете смотреть. Кое-что вы, конечно, увидите. Кое-что я вам скажу. Но, в целом, это будет видео-болталка. Так как это предпоследнее видео из серии «Я в Питере», и я не смогу вам качественно показать разведение мостов и ночной Питер, поэтому я с вами поделюсь своими наблюдениями, впечатлениями и о своем опыте. Я не первый раз в Питере, и думаю, что уже какой-то опыт у меня есть, поэтому поговорим об этом. Это я удачно зашел. Итак, поехали. Вот сейчас вы наблюдаете разведение Дворцового моста. Это считается символ города. На всех открытках, тетрадках, кружках, ну, в общем, на всей сувенирной продукции. Вот вы могли видеть именно этот мост. Картинка меняется на экране. Я не снимала все подряд по той причине, что сама экскурсия длилась около двух часов. Все экскурсии зависят, даже по времени, от того, какой вид транспорта вы выбрали. Есть быстроходные катера, есть теплоходы, которые более медленно двигаются, есть яхты, которые, по-моему, вообще без правил летят по Неве. Ну, речные трамвайчики, там идут они по времени. Поэтому экскурсии длятся, по-моему, от полтора часа до трех часов. Не знаю, может, я это уже сказала, повторяюсь. И вот что вам нужно знать, если вы захотите посмотреть разведение мостов. У меня есть опыт не один, а два. Я где-то года три или четыре назад была в Питере в мае, со 2 по 8 мая. И здесь это август месяц, с 11 по 18 августа. И там, и там я была на разведение мостов именно на водном транспорте. Почему я это заостряю внимание? Если вы захотите сэкономить деньги и посмотреть бесплатно разведение мостов просто с набережной, ну, вы увидите один мост. До другого моста, до третьего моста вы, само собой, не добежите однозначно. И возле каждого моста собираются такие толпы людей, что там надо приходить на эту набережную часа за два до разведения мостов, чтобы занять место прямо у перил, чтобы вы четко могли видеть разведение этих мостов. И еще, вот в прошлый раз мы были на маленьком каком-то катере, уже не помню какой, но он был маленький. А сейчас вы вот видите большой теплоход, ну, он же днем и как речной трамвайчик работает. Вот я на таком же сейчас, вот с такого снимаю. А в мае на маленьком каком-то катерке. Так что хочу сказать, что когда идет разведение мостов у этих всех, ну, назову, катеров, судов, яхт, видимо, есть свои правила, потому что я обратила внимание, что впереди по Неве шли всегда большие яхты, катера, а за ними уже маленькие, идет целый поток. Вот впереди по реке, смотрите, там я и буду и впереди показывать, и сзади этого теплоходика показывать, все в огоньках, все в катерах. Так вот, идет хорошая волна от этих катеров. И если вы находитесь на маленьком катерке, вас просто по этой Неве болтает. Вот качки на больших катерах особо не чувствуется. Вот у меня просто есть сравнение. Мы тогда были на материнком катере, я повторяюсь, так я уцепилась, ну, я не знаю, как вылетела с башки, как это называется, ну, заперила, да, этого катера. Да стак трепала, на стак кидала. Еще знаете что, мы с приятельницами решили, что капитаны и вся его команда были слегонца выпившие. Они так прикалывались, они так ржали, они так шутили. А все, кто находился, пассажиры на этом катере, мы все были с широко раскрытыми глазами от того, что нас кидает по всей этой Неве. Ну, и дополнительно мы же смотрим на мосты, кто впервые особенно это все видит. Вот мы подошли к следующему мосту. Все названия мостов я вам не буду говорить, потому что это, я их особо не помню. Но, однако, скажу точно, когда вы будете приобретать билеты на разведение мостов, вы сразу спрашиваете, будет ли экскурсовод или аудиогид. Не на всех, особенно на маленьких катерках, на маленьких яхтах, что-то вам расскажут. На вот этом большом теплоходике был экскурсовод, женщина в микрофон нам все рассказывала. Но, опять же, я все записывала и думала, ну, класс, смонтирую фильм, самые интересные факты, вы сами услышите ее голос. Не тут-то было. На яхте был, на теплоходе вернее, было очень шумно, было очень много пассажиров, все были эмоциональные, был очень шумный плеск воды, плеск моторов этих всех теплоходовых катеров. Смотрите, вот открывается следующий вид мост, поднимается. Здесь один пролет моста открывается. Не все мосты открываются с двумя пролетами. Кто-то с одним пролетом, кто-то с двумя пролетами. Вот вам рассказываю. Дальше что вам рассказываю. Что в мае, что в августе, я вам рекомендую все-таки взять с собой, ну, или палантин тепленький. И у меня вот в августе была ветровка, в той, в которой я в октябре хожу у себя дома. А у себя дома это юг, Туапсинский район, поселок Новомихайловский, Краснодарский край. Но ветровку я с собой брала, и брала с собой легкий платок. Потому что когда уже все катера начинают двигаться от одного моста к другому, причем двигаются они быстро, и вы же сидите на палубе открытой, там есть и закрытые палубы, но с нее плохо все видно, то вам в уши дует. И если у вас уши уже когда-то болели, то лучше их, конечно же, закрывать. Цену билета я не скажу вам, потому что я не помню, а не запомнила, потому что я их не покупала. У нас приятельница отвечает за финансы. Она все через интернет ищет, все покупает через интернет. Мы ей только потом перекидываем денежку. Значит, билеты продаются везде. Где бы вы ни гуляли, где бы вы ни ходили, на Невском на каждом углу предлагают билеты. Но мы там не рисковали покупать. Кто его знает? Ну, кто-то говорит, что там нормально, покупали билеты без обмана. Мы покупали все через интернет. Ну, и цена на каждый вид транспорта, естественно, разная. Потому что, ну, вы, может, закажете отдельную яхту. Это будет одна цена. Если это речной трамвайчик, это, наверное, будет самая дешевая цена. Если вы закажете себе какой-то катер отдельно или для компании, это будет третья цена. И опять же, в зависимости от почасовой экскурсии. Если ваша экскурсия будет полтора часа идти, это, наверное, самая короткая экскурсия. Это одна цена. Если у вас будет трехчасовая экскурсия, там был теплоход с живой музыкой, играл саксофонист, там крутой ресторан с подачей блюд, там с танцами, с песнями. Это самый дорогой теплоход. Ну, в общем, на любой кошелек выбирайте сами. И вот, опять же, мои наблюдения и, ну, как бы рекомендация, кто впервые едет в Питер, либо кто давно был в Питере. Вот лучше всего на разведение мостов садиться на теплоход или на катер на Сенатской пристани. То есть там, где стоит памятник медному всаднику. Ну, так Пушкин его назвал, да? Там Петр на коне. Почему? Потому что вы будете двигаться по направлению и вы подъедете к мосту, к Дворцовому. Вы посмотрите этот мост, как он разводится. Вы проедете под ним и поедете дальше. Мы же, вот когда в мае были, мы правильно сели на Сенатской пристани, посмотрели этот Дворцовый мост. А в этот раз мы покупали билеты не заранее, а день в день. Ну, тоже через интернет. И уже на Сенатской площади не было билетов. Уже было все продано. И мы, по-моему, сели на теплоходик у Дворцовой пристани. И наш катер развернулся, остановился. Мы посмотрели, как разводится Дворцовый мост. Потом катер этот, ну, теплоход. Я путаюсь, где катер, где яхта, где теплоход. Извините меня. И дальше, наверное, так же буду путаться. Он развернулся, и мы поехали дальше. Получается, что мы не проехали под вот этим вот Дворцовым мостом. Мосты все красиво освещены. Все разные. Все интересные. Лучше всего, я не знаю, уже говорила я или нет, смотреть разведение мостов в Белые ночи. А Белые ночи в Питере где-то конец июня, начало июля. Тогда, когда проходит в Питере, вот для выпускников, ну, такая программа «Алые паруса». Но, вот я разговаривала с горничной в гостинице, где мы жили. Ну, тоже про экскурсии у нее интересовалась, куда пойти, что посмотреть. И опять же, про разведение мостов говорили, про Белые ночи. Я, кстати, ни разу не была в Питере, когда Белые ночи. Вот моя следующая мечта – в Питер попасть именно вот так. Она мне говорит, слушай, приезжай в Питер в Белые ночи после того, даже после того, как пройдет вот эта программа «Алые паруса», дня через 4-5. Потому что вот на «Алые паруса» привозят выпускников, школьников со всего мира. Я не ошиблась, со всего мира. Не только наших школьников. Очень много иностранцев. Очень много детей, молодежи. Для них это все проводится. Говорит, вообще никуда не попасть. Говорит, ни в музеи, ни покататься на этих трамвайчиках, на этих мостах, потому что все закуплено заранее, раскуплено заранее. Не знаю. Это со слов горничной, которая убирала у меня в номере. Ну, давайте еще чуть-чуть порассуждаю, поболтаю о мостах Питера. Питер всегда называют Северной Венецией. Ну, из-за того, что и Венеция, и Питер на островах, и много мостов. Скажу сразу, в Венеции я была. Ну, так, слегонца похвасталась вам. Ну, до известных событий всех, понятно. Так вот, будем сравнивать, сколько мостов в Питере, сколько мостов в Венеции. В Питере насчитывается 800 мостов. 800 мостов в Питере. Но в самом городе 432. Остальные в пригороде. В Венеции же 391 мост. Ну, даже вот взять в городе, в Питере 432, в Венеции 391. Браво, Питер! У нас мостов больше. Дальше. В пешеходных мостов в Питере 218. Пешеходных мостов в Питере. 218, повторяюсь. Ну, горжусь, да? А вот в Венеции я забыла посмотреть, сколько. Ну, да ладно с этой Венецией. Но в Венеции, вот там же есть Гранд-канал, Большой канал. Там всего 4 моста. И Венеция же разбросана по всем островам. Вот только 4 моста на Гранд-канале этом. Остальные острова можно посещать только на Вапоретто. По-моему, правильно я называю. Речные трамвайчики. Так в Италии называются. Итак, перед вами еще один мост, который с одним пролетом поднимается. Все мосты практически уже отреставрированы. Уже переделаны. Ну, практически полностью переделаны. Поэтому механика там уже рядом с электроникой. Не буду в это вдаваться, но никому не надо. Но что хочу сказать. Я обратила внимание, что когда мосты разводятся, я не слышала никакого грохота от мостов, крежета. Ну, как-то... Вот сейчас даже сижу, вспоминаю, да действительно они не грохотали и не громыхали. Все как бы нормально, спокойно они поднимались. Конечно, я понимаю, кому-то неинтересно смотреть мое видео и слушать мою болтовню. Сразу говорю, ребята, если вы попадете в Питер, вот разведение мостов должно стоять у вас на первом месте. Может быть, какие-то музеи отодвинуть в сторонку. Ну, не знаю, это мое мнение. Это очень грандиозно, очень классно. Даже ночью, даже то, что это ночью, придает какую-то таинственность. А сколько вот двигалось по Неве яхт, теплоходов, катеров, трамвайчиков. Ну, это просто тьма тьмущая. У меня была такая мысль, что вот которые днем катера, теплоходы проводят экскурсию даже по этим каналам всем питерским, они все ночью находились вот именно в этой части Невы и проходили с экскурсиями под мостами. Зрелище, конечно, грандиозное. И еще, вот разговаривала я, а не помню, где, в каком-то кафе, наверное, также с туристами откуда-то. Ну, я же человек такой открытый, завожу связи, знакомства на раз. И вот тоже как-то разговаривали с кем-то по поводу разведения мостов. И помню, что женщина. Дальше ничего не помню. И что она говорит? Говорит, мы, говорит, сделали глупость. Мы купили экскурсию на разведение мостов на автобусе. И она рассказывала, что это было просто бешенство и психи. Во-первых, все, кто занимается туризмом, хоть фирмы, хоть частники, этой ночью работают на разведение мостов. Они, говорит, подъехали автобусом, негде было стать около мостов, просто, ну, битком стояло машин, чтобы где-то поставить автобус. Это целая история, говорит. Мы где-то, говорит, подальше остановились. Бегом бежали к набережной. Там уже толпы людей стояли. Мы там подпрыгивали, выглядывали, какой мост разведется. Потом галопом бежали в автобус. И этот же водитель по газам к следующему мосту спешил, чтобы занять место на стоянке поближе к мосту. И вот мы, говорит, бегали туда-сюда из автобуса на набережную, из набережной в автобус. Потом вот так вот галопом ехали к следующему мосту. Говорит, заплатили кучу денег, но никаких впечатлений не получили. Поэтому сразу моя рекомендация, что все-таки надо не стоять у моста, экономить деньги, не покупать автобусный тур на разведение мостов, а все-таки нужен теплоходик, вот который я вам сейчас показываю. Даже если будет дождик, если будет прохладно, он двухэтажный, есть крыша, есть закрытое помещение, и вы можете в любой момент спрятаться. А так, особенно если вы займете место на втором этаже, если вам повезет с погодой, нам везло всегда, вы можете больше увидеть. И на этом большом теплоходе нет такой качки, как на малых суденушках. Так, рассказываю взахлеб, чтобы что-то не забыть. Да, некоторые мосты разводятся дважды. Вот они, допустим, ну, полвторого ночи развелись. Транспорт проехал. Какой транспорт? Это ж разводят мосты не для туристов. В основном это идут сухогрузы и баржи. Но в первую очередь едут туристы вот на этих всех катерках. Посмотрели, и вот когда мы уже обратно возвращались, нам навстречу попадались эти баржи и сухогрузы. Еле сказала. Уже полный рот слюны захлебываюсь. Вот так построена вся эта система. И вот некоторые мосты, закончу свою мысль, ну, разводятся дважды. Кстати, разведение мостов идет очень быстро. Ну, я не знаю, мне показалось, ну, от силы, ну, минут до пяти минут, мне показалось. Какие-то быстрее, какие-то медленнее. А, вот еще. Но, опять же, я не знаю, ну, не для туристов же это сделали, наверняка для сухогрузов. Все мосты разводятся по очереди. Вот первый мост разводился дворцовый и пошло-поехало по очереди. Так что мы вот двигались по Неве и видели разведение всех мостов. Я когда первый раз поехала, думаю, ну, что, сейчас один мост разведенный мы увидим, а дальше мы уже будем проплывать и все мосты будут открыты. Нет, они по очереди все открываются. И, как я уже сказала, то ли сказала, то ли начала в реке мысль не донесла, что некоторые мосты дважды открываются. Опять же, ну, наверное, это связано с наземным, наверное, транспортом. Почему они открылись, закрылись. А так они открываются и часа два, наверное, стоят открытые. Опять же, наверное, я говорю, потому что где-то я то ли услышала информацию, то ли прочитала. Зависят от похода, погодных условий. В ветер, в сильный ветер, мосты вообще не открываются. И, кстати, зимой мосты тоже не открываются. Вот опять же, планируйте себе поездку в Питер. Если вы хотите попасть на разведение мостов, по-моему, они... Лучше в интернете проконсультируйтесь, посмотрите. По-моему, они начинают разводиться с конца апреля и, по-моему, до конца октября. Зимой мосты не разводят. Имейте это в виду. Вот тоже важная информация, чуть не забыла сказать. Да, кстати, я повторюсь, что узнавайте, если будете брать билет, ну вот, на теплоход или на катер, чтобы обязательно был экскурсовод. Это намного интереснее. Хотя я думаю, что цена будет чуть-чуть увеличена, цена билета. когда мы шли по Неве, наверное, первый раз сказала шли, а то плыли, плыли, да? Шли по Неве, экскурсовод нам рассказывала не только о мостах, но и о тех зданиях, о тех объектах, которые находились на берегах справа и слева. Тоже была очень интересная информация. И если вы первое, что возьмете экскурсию именно по Неве на разведенные мосты, вам там донесут информацию о каких-то дворцах тех же, да? И у вас уже будет есть, ой, наговорила, у вас уже будет есть, в общем, вы решите, в какой дворец и на какой объект вам дальше идти посмотреть. Там как бы дают вам наводку на пиво, на сок, куда можно еще сходить. О, какая красота! Это церковь, храм какой-то светится. Какой, не помню. Но, по-моему, очень красиво, да? Оболтала вам! Надеюсь, вас не утомила. Значит, смотрите, наверное, уже буду подводить итоги, делать какие-то свои выводы. Ну, в течение всего видео я вам делала рекомендации. Для меня Питер это любимый город в моей стране, да? И я его люблю в любое время года. Мы с приятельницами его посещали и в марте, и в феврале, и в мае, и вот в августе. Мы пытались посчитать, сколько раз мы были в Питере. Мы сбились. Мы уже не помним, сколько раз. Ну, вот хвастаюсь, да? Мы всегда, кстати, он тоже любимый город у моих приятельниц, когда не знаем, куда поехать, либо не знаем, ну, с финансами там, ну, в общем, свои сложности в этой жизни, как и у всех. Мы выбираем Питер. В Питере всегда можно найти и гостиницу, или снять какую-то квартиру по деньгам. Можно и питание найти на любой кошелек. Можно и в ресторане, а можно и в кафешечках питаться. всегда в Питере можно найти развлечения, увлечения, просмотры на любой кошелек. Это точно. И каждый раз приезжаешь, даже посещая те объекты, где вы уже были, все равно находишь что-то новое. Это вот точно. Ну, и когда говорят, что Питер серый город, дождливый город, ребят, ну, я не заметила. Может, я, потому что позитивный человек. Мы постоянно с моими приятелями ржем. Мы не улыбаемся. Нам всегда весело. Нам всегда прикольно, всегда кайфно. Даже эти дождики. Ну, извините, ну, не стойте вы под ливнем. Вон, дождь пошел, в какой-то музей завернули. А музеи там в каждом доме. Там, или забежали в какую-то кафешечку. Там, всякое разное, пирожковые, там, вареничные. Ну, по-любому есть место, где переждать этот дождик. Да и дожди-то там, брали мы зонтики с собой, ходили с зонтиками. Ну, не мешали они нам. Я же говорю, мы были в феврале и в марте. Был и снег, и был снег с дождем. Но мы не мерзли. Ну, может, потому что на эмоциях. Нам все нравилось. Не знаю, вот кто говорит, что Питер депрессивный город и серый, но это вот, хочу так сказать, что это человек депрессивный и серый. Кто любит жизнь, кто любит путешествовать, Питер ему 100% понравится. Ну, и так как это предпоследнее видео из цикла «Я в Питере», наверное, все-таки дам рекомендации тем, кто ни разу не был в Питере и планирует туда поехать, либо тем, кто давно был в Питере. Значит, смотрите, вот по экскурсиям все-таки на первое место я ставлю разведение мостов посетить. Второе место русский музей. Вот для меня русский музей интереснее Эрмитажа. Не знаю, почему, но вот в русском музее я себя как-то кайфово чувствую. Вот эти вот известные картины. Может, потому что я всегда любила картины и в детстве рассматривала все эти картинки, и читала про художников, про эти картины, про создания. Ну, люблю я это дело. Так, русский музей, так, разведение мостов, русский музей, Эрмитаж. Затем, конечно же, Петергоф. В Петергоф надо ехать на целый день и можно экскурсией вам по дороге все расскажут и покажут. И без проблем вас будут везде водить, не будет нигде очереди. А можно, опять же, на теплоходе самостоятельно поехать. Ну, кто уже несколько раз был в Питере на теплоходе, наверное, будет им удобней. Туда, по воде, обратно, вот обратно мы ехали из Петергофа на такси. Так, такси нам обошлось дешевле, чем цена на теплоход. Это там все рядом. Вот обязательно посетить Петергоф. Затем Царское село, он же город Пушкин. Когда-то мы давно там были. Это была одна экскурсия. Мы брали экскурсии от гостиного двора на автобусе. Это была одна экскурсия. Мы посетили дворец и лицей, где учился Пушкин. Я не знаю, если ехать с экскурсией, может, эта программа и осталась. Да нет, мы же тоже экскурсию брали. Точно, мы же экскурсию брали. Вот сейчас разделили, вот в августе двадцать четвертого года, это было две экскурсии. Одна экскурсия включала себя парк Царского села и дворец. А вторая экскурсия была именно в лицей. Вот я бы рекомендовала вам и туда экскурсию купить, и туда. И в лицее очень интересно, ну, Пушкин это наше все, да, обязательно посмотреть лицей и сам дворец. Если мне для сравнения, вот лично мне, то мне больше всего понравился дворец именно в Петергофе. Ну, это ж как говорят, на вкус и цвет товарищей нет, да, выбирайте сами. Думайте сами, решайте сами. Ну, вот так проболтала почти 30 минут. Надеюсь, вам было не скучно, полезно, интересно. И что хочу сказать, вот следующее мое видео выйдет про пересадку цепируса, папируса, тот, который у меня большой. А это мы уже возвращаемся на такси домой. Так вот, следующее будет про папирус, пересадку, а потом следующее выйдет уже заключительная серия про то, как я возвращалась домой из Петера в поселок Новомихайловский. Тоже будет интересно. Надеюсь, я стараюсь. Так, а потом уже пойдут все видео про мои растения. И, наверное, надо еще сказать, что первое видео я загружаю на YouTube, потом в Однокласснике и только потом в Дзен. Так что видео в Дзен скорее всего будет выходить на один день позже. Ну вот, пожалуй, все. На этой, так и хочется сказать, слюнявой ноте рассказывала захлеб, что полный рот слюны на этой слюнявой ноте веселой. Я желаю вам и вашим цветочкам процветания. И помните, что все будет хорошо. Вот даже не сомневайтесь. Я это точно знаю, потому что по-другому просто быть не может. Ты знаешь, что сейчас все будет хорошо Субтитры сделал DimaTorzok